всем привет ребят итак мы начинаем наш стрим сегодня у нас в онлайн-режиме мы разбираем интернет-магазин конкретный проект конкретный кейс сегодня поговорим об этом да ребят так как трансляция у нас первый раз какие-то могут быть технические моменты прошу тех кто смотрит нас напишите пожалуйста там где вы смотрите плюсиком нормально не слышно видно все нормально вот давайте все подключаемся вот давайте сегодня разберемся да что же можно сделать для того чтобы улучшить проект что можно сделать чтобы лучше продавать в интернете вот сегодня мы разберем очень интересный проект чуть попозже я представлю проект и с кем будем разговаривать так я пока проверю да что у нас тут с чатиком так да гавран привет запись будет да она будет прямо находиться социальной сети то есть часто и смотришь и мы с вами смотрим виде трансляции а потом эта запись будет сохранена и доступна для просмотра то есть можете перемотать и так далее но я рекомендую смотреть в онлайне потому что вы можете задать вопросы и я на них буду отвечать прямо в живом эфире так хорошо хорошо так огромное спасибо всем да итак мы начинаем с вами сейчас я перейду куда-нибудь итак ребят позвольте представить моего сегодняшнего гостя его зовут дмитрий дмитрий представляет компанию которая занимается продажей суши бар у них суши бар тротория то есть это такая вот история про продажу ассортимента пиццы суши и так далее да давайте я сейчас вам расшарю экран и покажу как выглядит проект вот ребят всем ли видно напишите видно или нет проект проект называется или сушка это город чебоксары дмитрий привет дмитрий да итак дмитрий все правильно да проект называется у нас или сушка суши бар расскажи немножко про компанию чем вы занимаетесь где находитесь может быть у вас есть какой-то файн представительство может чуть-чуть про вашу компанию у нас ресторан тротория находится в торговом центре мудагаскар городе чебоксары несколько посадочных зон больших вот и собственно японская еда гриль тема то есть большой ассортимент посадочных мест у вас сколько вообще как будто зона посадок сколько если знаешь хотя примерно да более 100 более 100 окей то есть у вас есть такая оффлайн история есть онлайн история да но учитывая наверное то что сейчас у нас президент подписал указ что 30 октября у нас будет по сути локдаун да то есть расскажи у вас тоже вас же тоже это коснется правильно я понимаю да да конечно вообще боксарах там даже более жесткие условия вот и когда началась еще первая волна для поэтому мы и создали интернет-магазин на доставку и уже с тех времен вот понятно слушай а как кстати вот отработал проект в первую пандемию то есть я если правильно помню поправь меня это был двадцатый год апрель наверно май до самый такой пик пандемии правильно говорю да примерно вот в это время как в целом отработала доставка как быстро вы перешли на доставку то есть вот может немножко таких work моментов просто мне интересно да сейчас надо припомнить конечно ну достаточно быстро мы все это организовали то есть максимально то есть вот ну естественно о нашей доставке еще никто не знал вот и поэтому активная реклама акции те же которые сейчас достаточно хорошо окей окей хорошо ребят смотрите вы тоже можете задавать вопросы мне и дмитрию в чате не стесняйтесь пишите может быть кто-то занимается этой же темой может быть кого-то есть какие-то вопросы ну постараемся дмитрием ответить на эти вопросы давайте сейчас пойдем по самому проекту я немножко как бы буду проходить по проекту задавать дмитрию вопросы и соответственно делать какие-то комментарии вопросы и так далее да но смотрите да и так мы видим с вами главную страницу значит здесь у нас есть кнопочка войти регистрация для тех кто уже у нас являются авторизованными пользователями вот у вас кстати много таких или нет дмитрий те кто вот прям заходят или как бы пользуются каким-то своим аккаунтом отслеживали не отслеживали эту историю скажу что сто процентов так как я покупки нам нужны контакты связи поэтому регистрация регистрация обязательно я понял хорошо окей смотри дальше смотрим да дмитрий то есть здесь название или сушка то есть это ваш логотип он также выглядит да то есть уши бар тротория то есть он в принципе узнаваем да вот среди вашей аудитории для печатной продукции да понятно нет ли здесь такого что у вас например там вот суши бар тротория это описание или сушка она как-то идет прямо вот везде вот так используете да суши бар тротория такая история все хорошо отлично да давай дальше идем по меню смотри оплата доставка контакты новости акции вакансии мастер-классы тайный гость был ли у вас но вообще смотрели куда люди нажимают чем пользуются за этого меню не было ли у вас идеи сократить меню или сделать его там меньше обсуждали наоборот его расширили трех последних пунктов не было не нужны были мастер-классы не проводились тайный гость тоже контроль качества с помощью него как бы проверяет ну да смотри но по самому меню да здесь принципе история какая рекомендуется ну просто это смотрится понятно зависит от проекта то есть ты можешь какие-то вещи ну например сократить если ты считаешь что оплата и доставка можно объединить например да то есть можно в один пункт идеально конечно чем меньше пунктов меню тем мы рекомендуем меньше использовать почему объясню потому что в принципе но аудитория она в принципе но любой человек да у него очень мало времени очень много информации и поэтому идеально какие-то штуки их там уменьшать выбор до его вот возможно новости для него не так важны я просто не знаю вашем конкретном кейсе вот возможно акции гораздо важнее то есть приходит к это постоянная аудитория она заходит на акции ты акции можешь как-то там подчеркнуть например вот возможно вакансии они тоже не являются как бы тем что должно быть расположено в самом главном меню это только для тех кто у вас там преработает и может быть этот раздел должен находиться там где-то пониже например да может быть вопрос в том ну понятно вопрос сколько у вас потребность в вакансиях на сколько эта ссылка здесь нужна на вот по поводу мастер-классов это мне кажется интересно вот соответственно да это ваш такой интересный продукт мне кажется это прикольно вот тайный гость не все могут это понимать может быть здесь может быть там стань тайным покупателем или можно что-то подумать с тем как вот это подать именно со стороны выгод конечного потребителя да то есть смотри то есть попробую это пояснить чуть чуть может быть понятнее да то что сказал есть основная аудитория которую мы привели на наш проект основная аудитория она ну как я думаю это так как кому мы хотим предложить наш продукт основной то есть мы хотим вот чтобы человек зайдя быстро нажал там купил пиццу заказал и так далее да вот идеальная история такая что ему ничего для этого не мешает и не отвлекает его да вот я не хочу сказать что здесь мешает это может быть нормально да вот но как бы нет предела совершенства да и здесь ну понятно что все зависит от вашего проекта конкретно здесь можно сделать там чуть меньше и использовать но более такие формулировки которые более ценно что для конечной аудитории на кого ты работаешь например да ну понятно оплата доставка это важный пункт я хочу что-то заказать мне надо знать да контакты ну понятно я хочу знать там вообще что за компания кто там доставляет или так далее да тоже интересно новости вопрос есть ли у вас какие-то новости которые реально мне будут интересны и соответственно нужно ли их выносить в центральное меню вот есть такой сервис я не знаю сталкивался дмитрий нет метрика в эпизор сталкивался не сталкивался конечно у тебя у тебя есть аналитика я просто интересно вот сколько кликает на каждую кнопку как вообще у тебя нет я не смотрел сколько кликает на эту кнопку конкретно вот я рекомендую посмотреть просто да там очень часто бывает так что есть два-три пункта меню которые прямо прокликиваются а какие-то новые реже кликают ну хорошо да 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 сколько было кликов а еще такой ну я просто уточню что у нас посетителей примерно 70 процентов с мобильных устройств а там сейчас да сейчас к этому перейдем это очень важный вопрос дмитрий спасибо что ты прямо про это сказал вот и соответственно конечно же да первое наверное о чем нужно говорить о том что смотреть проект нужно так как смотрят клиенты и в основном конечно же смотрят с мобильных устройств сейчас мы тоже на это посмотрим но я сейчас немножко про новости договорю да хорошо то есть вот смотри получается есть раздел новости вот эти 30 процентов его смотрят и здесь принципе новость 9 февраля понятно да примерно о чем речь дмитрий то есть здесь я думаю она одна и как бы давно была суть в том что смотрите здесь вот новость как прошел конкретно там мастер-класс мастер-класс и там фотографии там участников детей которые привели своих детей и они хотят посмотреть свои фотографии бы ни были это очень круто да и это очень очень классно что у вас проходит мероприятие что у вас есть какой-то контент вот вопрос здесь в чем смотри то есть вопрос какой аудитория вот у нас есть такая любимая фраза кому и что мы продаем на вот как я понимаю вас есть соцсети да вот мире вконтакте да вот соответственно как я понимаю эти это аудитория одна из задач подписать их в 1 ваши соцсети и вы наверное тоже делаете да вы наверно выкладываете фотографии в соцсети до этих мастер-класса да 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 то есть эта механика она очень хорошо работает соцсетях но если вы хотите на сайте ну наверно это надо поддерживать на сайте то есть тогда ну выкладывайте фотографии и тогда но люди будут смотреть его да здесь я понимаю это просто скажем так какой-то архив контента да 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 то есть это вопрос даже знаешь какой еще один то что ну типа такой я захожу такой но я первый раз вас узнал ну кто-то не сказал или я просто такой смотрю там в рекламе увидел я такой захожу так ну чё за компания это вообще или сушка да такой типа контакты какой-то сотовый телефон вот а слушай тут в торговом центре у них что-то есть то есть я бы сюда разместил фотографию как раз вот вашей посадочной зоны блин слушай реальный ресторан там повара ну то что то типа такого да чтобы убедить людей и показать вообще говоря реальность вот это да мы же все виртуально общая поднять уровень доверия да 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 вот телефон сотовый бывает это ничего страшного да многие говорят наоборот там вот возможно кому-то из этого вот я про это еще скажу удобней написать в чате вот есть такие ребята но типа меня интроверты которые любят именно писать вот я могу сказать что у нас например на и ваншоп мы когда вводили чат это года три назад было мы получили мы думали как у нас телефон разгрузится нас 8700 телефон и чат мы включили мы думали как ну телефон поменьше в чат перейдут а мы получили совершенно обратный эффект у нас и телефон сохранился и чат добавился то есть люди которые не звонили вот или не хотели звонить они просто получили возможность через чат написать понимал понимаешь да что вот в этот момент ты должен фактически ну как бы получить его какой-то запрос ну а чё там чё ну ладно позвоню спрошу напишу спрошу поэтому если есть такая возможность организационно кого-то посадить в чат это тоже может быть приложение на телефоне да вот тот же человек который у тебя на телефоне находится он может и в чате отвечать вот рекомендую поставить здесь чат очень хорошие показатели конверсии дает нахождение чата здесь вот отвечу смотрите конечно я знаю много сервисов для этого действительно нужен оператор который за компьютером постоянный будет отвечать потому что была такая история оператор отвечает редко редко но это не да и все и человек а на телефоне у тебя кто сидит это удаленный какой-то оператор вот именно принимает трубку вот это вот или это какой-то штатный сотрудник как вообще смотрите представляете себе это просто такidenенты такой вот такой трубкой тогда типа да по карманам по карманам разные телефоны номера вот и и поэтому я понял понял но тут вам постоянно просто я понял ты да тут вопрос простой вопрос, сколько заказов идет из этого канала, ну, словно говоря, через телефон на сайте, да, и, соответственно, вопрос просто потери выручки, да, то есть насколько вам нужны эти заказы именно в чате, технически это как организовано, у нее просто телефон, ну, на нем там приложение или там в браузере, она, в принципе, эти чаты может видеть, ну, конечно, да, она при этом не может что-то параллельно выполнять, ей нужно как-то более спокойно это организовать. Нет, мы это уже протестировали, вот. Ага, у вас это не работает, да? Это больше негатива создает, когда не отвечают, не успевают отвечать, это уже негатив, поэтому из меньших, как бы. Из меньших зол, в общем, выбрали чат, а не ставить, я понял. Вот надпись «Тайный гость», да, ну, это тоже такая ресторанная тема, большинство все-таки знает, кто это такой, да, то есть вот, что он делает и... Ну, я бы попробовал написать там подарки для тайного гостя, или может быть такое, что вот именно, да, такой типа там пицца в подарок, додо-пицца пистили, да? Да, там же туда заходишь в меню, там все написано, там, да, то есть... Да-да, тут вопрос какой, понимает ли твоя аудитория, что такое «Тайный гость», вот. Если они понимают, вопросов нет. Я просто, ну, опять же, повторюсь, то есть, вот, Дмитрий, ты в своей теме более экспертен, поэтому вот, когда я организовывал этот формат, очень важна была именно твоя обратная связь. То есть твоя аудитория, в принципе, знает, что такое «Тайный гость», и у тебя, в принципе, эта тема нормально работает, то есть много таких гостей появляется, да, и дает тебе обратную связь. Да, то есть это человек, который тайно приходит, делает заказ, потом, ну, описывает, что ему понравилось, что не понравилось, и он получает подарок, пиццу или что-то. Так вот, проверка качества это называется. Ну, я понимаю, да, примерно, я просто имею в виду, понятно ли это твоя аудитория, и замеряешь ли ты, ну, условно говоря, показатель работы по этому направлению, то есть, словно говоря, там, тебе нужно, чтобы у тебя там один «Тайный гость» в день был, или там два в месяц, я не знаю, да, например, я просто не знаю твоей задачи. И, соответственно, у тебя этот раздел есть, у тебя эти заявки идут. Все, как бы, все нормально работает, ребят, у меня как бы здесь, то есть они обращаются, да, и, в принципе, нормально отдают фидбэк. Заполняют форму, выбирают день, все как написано. РФ-ка приходит в CRM, дальше обрабатывают. А, кстати, CRM у тебя внутренний, внутри OneShop, или ты куда-то выгружаешь какая-то, у тебя своя CRM-ка есть? В Bittrex 24. В Bittrex 24 ты выгружаешь эти данные, я понял тебя. И нормально там у тебя все как бы поддерживается, да? То есть ты там, в принципе, то есть контролируешь все эти лиды, да? Да, но с Bittrex мы работаем уже давно, поэтому там лиды со всех проектов. А, у тебя собираются там. База очень большая, да, для последующих рассылок и так далее. А, все, я понял. То есть ты от коммуникации видишь, хорошо. Окей, смотри, еще я заметил такую штуку, что у тебя есть время работы, когда ты принимаешь заказы в контактах. Соответственно, прием заказов у тебя ежедневно с 11 до 21. То есть если я в 22 позвоню, то я просто телефон не возьму, правильно? Или неправильно? Ну, в 22 вечера, в смысле в 10 вечера, если я позвоню, то, в принципе, заказ я не смогу оставить. Нет. То есть это как бы тоже целенаправленное действие? Нет. Сейчас рестораны не работают. Вот в целом трубку возьмут, но заказ принять и приготовить не смогут. Еще такой момент, вот допустим, ну, это же интернет-магазин, человек заходит, но он как бы звонить-то, может, и не будет, потому что все же видно, все товары, все акции. Ну, да, 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 мы сейчас так интересуем. Да, да, да. Вот. И, ну, к сожалению, к сожалению, здесь, в этом конструкторе, я не нашел ограничения по приему заказов. То есть задавал этот вопрос, было бы, ну, как было. Ну, да, да, здесь просто история-то какая. То есть как стандартно компания разруливает этот вопрос. Ну, у тебя есть, вот здесь вот написано в телефоне, там, режим работы заказов такой-то, то есть ты чуть ниже пишешь, да, вот, а когда заказ принимается, ну, соответственно, ну, человек понимает, ему там приходит письмо, там, здравствуйте, ваш заказ принят, вот приготовление заказов будет там, тогда. Или у тебя сам магазин сам говорит, что, типа, вот через 15 минут я привезу. Или как у тебя происходит? То есть если я оформляю заказ, например, вот я хочу пиццу, например, цезарь пикантную, я нажимаю оформить. То есть мне написано курьером, вот здесь написано до 22, и все равно люди оформляют, и, соответственно, ты, как бы, такой, типа, блин, деньги принял, он такой, давайте возврат, да, или как, в чем проблема, да? В чем проблема? Сейчас скажу. Скорее всего, ну, не внесли корректировку в график работы, потому что, если там посмотреть, то в основные дни работы до 23, поэтому в 22 заказ примут, и приготовят, и привезут. А есть какие-то обязательства, которые вы перед клиентом берете, что после заказа, например, там, в течение часа вы доставляете, или вы как-то это транслируете, ну, в акциях, или где-то еще, то есть есть какое-то ожидание клиента, что он такой заказал, типа, такая пицца мясная, ну, типа, вот, он сейчас приедет, типа, да? Или как? Нет, такого нет. Такого нет, да? То есть, ну, да. Есть же какие-то акции, типа, привезем за час, либо бесплатно. Ну, да, 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 это уже популярная история на вашем рынке такая, да? То есть она, история такая происходит. Хорошо. Ну, я о чем хотел сказать, что, в принципе, ну, все, как бы, больше борются с заказом, а у вас есть такая штука, что вы такие, типа, не-не-не, мы только вот готовы в это время работать. Не было ли у вас такого вопроса, если бы, например, вы организовали эту работу, ну, пока вот виртуальный такой момент, что если бы вот в это время была организована работа, сколько бы вы могли дополнительно, не знаю, принять заказов, понятно, что их изготовят, когда там повара все придут, да? Ну, то есть там в деньгах не мерили, вот, ну, потенциально, сколько можно было бы еще там компании принести? Или вы уже все это считали и поняли, не-не-не, нам это вообще не нужно, это какое-то... Ну, о каком времени вы говорите? Работать круглосуточно? Ну, прием заявок, да, допустим, да, прием заказов, прием заявок, может быть, они там в электронном виде будут приходить, да, у вас, но вы там с утра им перезваниваете. Или, да, или, например, у вас есть какие-то, ну, есть такие сервисы, знаете, когда там, ну, ваш менеджер не работает, но есть, они перехватывают звонок и какую-то стандартную информацию говорят, вы потом там какую-то копеечку им платите за это. Ну, заказ они у вас как бы сохраняют этого человека. Не думали, не смотрели в эту сторону? Нет, не тестировали даже это, ну, просто потому, что, допустим, ну, увеличить время работы там до двух ночи. Ну, это деньги, да. Это деньги, и взять количество заказов в это время, ну, оно на то не стоит. Просто люди-то как бы... Хотят сейчас, да? Нет, если по... логически подумать, люди там большинство уже спать ложатся в это время, да? Вот заказы от каких-то компаний, к примеру, да, и сколько их. Ну, в общем, мне кажется, количество там будет небольшое. То есть такой, да, небольшой рынок, чтобы за него воевать. Ну, я понял, понял вас, да. А сейчас есть заказы, которые приходят вот после 22? Есть вообще такие заказы про мем... Наверное, 23? Да-да-да, бывает. Бывает, да? Менеджер перезванивает и говорит, что... С утра... Ну, да, он говорит... Ну, он с утра перезванивает, говорит, вы поставили заказ и, в принципе, там... Какая история? Человек больше не готов это... То есть он хотел в этот момент, да, у вас чаще такая история? Да, и мы с этим боремся только, ну, вот, потому что нельзя программно ограничить прием заказов. То есть в корзине внизу уже при заказе будет кнопка оформить, там красно написано, что вот заказы... До 22, я помню. И все равно, потому что люди как по большому счету... Привыкают, просто тыкают, тыкают. Нет, статистикой не читают, в общем, что... Я помню, помню. То есть они тыкают по ходу просто, да, то есть нажимают, такие, ну, окей, там, пиццу, хочу сейчас, да. В общем, такая история. Так, ну, я понял, понял вопрос, да. То есть понял момент. Ну, давай теперь посмотрим мобильную версию, да, как она выглядит. Так, сейчас... Так, по-моему, так это было, да. Значит, да, есть, ребята, там вот у нас в 12 такая кнопочка, да, то есть мы можем посмотреть, как мобилка выглядит. Да, переходим на мобильную версию. Еще раз этот тезис, Дмитрий, я повторю, очень, ребят, важная история смотреть ваш проект на мобильной версии. Почему? Потому что действительно сейчас там 60-70% всего трафика российского по данным Яндекса, Радар Яндекс.Ру, можете посмотреть, это именно мобильный трафик, конечно, да. В первую очередь, конечно, нужно смотреть мобильный трафик, поэтому вот мега согласен с Дмитрием по этому вопросу, поэтому здесь смотрим. Ну, давайте посмотрим с какого-нибудь айфона, как это выглядит, да. Итак, что у нас здесь есть акция, здесь есть пицца у нас. Так, здесь есть данные об организации. Вот, ну, давайте основной чекаут проживем, например, мы делаем выбор пиццы. Ну, например, мы выбираем эту пиццу. Вот, вот очень хорошо, что она целиком отображается на мобилке. Вот, здесь есть акция, достану бесплатно по городу от 800 рублей. А у вас, вы не используете модуль, там есть такой модуль у Звандшоп, что типа там подарок при определенной сумме. Там обычно такая выскакивает плашечка, типа добери еще. Да, да, да. Да, смотрели этот модуль? Расскажу немножко о модулях, да, своему, очень удобно у вас сделано. То, что модуль взять можно на время, на время акции, которая у нас проходит, к примеру, очень удобно, там, допустим, неделю подключили, вот, потом отключили. Используем, да, когда проходят определенные акции. Когда используем. Все, понял, понял. Ну да, вот этот момент очень такой интересный, да. Так, ну давай добавим. Соответственно, здесь два товара. Ну, понятно, я до этого пиццы еще клал. Вот, с этим товаром покупают. Вот эта тема, она очень такая интересная, важная. До продажи. До продажи, да, да. Дим, можешь поделиться статистикой, сколько у тебя докладывают вот этих товаров в каждый заказ, там, в каждый второй, пятый. Есть какая-то, ну, хотя бы такая, примерная, может быть, нет точных цифр. Вот, может быть, замечал там в заказах или как у тебя история? Ну, если честно сказать, то, ну, вот видите, ассортимент, да, цены достаточно, ну, ресторанные такие. Поэтому вот не очень часто люди просто немножко экономят. Я понял. То есть, да, ну, кто хочет, да, не хочет выходить, то вот возьмет, допустим, пепси, да, или что-то, или сок. Вот. Также там еще соусы есть, тоже берут, да, частенько. Да, да, да. А вы тестили историю с комплектами? Ну, типа там, не знаю, возьми набор там пиццы большой, да, 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 да. Такие, да, пробовали, да? Кстати, хорошая мысль, да, как-то что-то не доходило. У нас просто есть вот компонаборы, там сразу три пиццы, либо сразу пять. Да, я, кстати, скажу маркетологам, пускай продумают, будет интересно. Да. Так, ну, я попробую оформить заказ. Да, здесь корзина. Так, купоны, подарочные сертификаты используете? Ну, там, не знаю, в акциях, либо в целом. Когда есть акции, да, используем. А используют для тех, кто уже купил? То есть вот именно там типа бонусную систему, либо как подарок за покупку, что-то типа такого есть у вас, нет? Ну, сама бонусная система вообще внедрена у вас? Используете именно бонусную систему? Нет, нет, использую. Раньше использовали, но отказались. То есть невыгодно и по бизнесу, или какие основания? Нет, сейчас скажу. Не вспомню, если честно, но отказались, потому что, во-первых, у нас тариф до такого, который, ну, там нет еще бонусной программы. А, понятно, то есть у вас просто тариф такой, где вы как бы... Да, опять же, смотрите, у нас идет интеграция с Айко. То есть вот эта бонусная система должна параллельно интегрирована с Айко. То есть это достаточно... Ну, это еще не реализовано. Я понял, понял. У нас есть партнер, который занимается, может на сайте его найти, Рест СРМ так называемый. Да, вот. Пообщайтесь? Или вы с ним и решали задачу, да? Мы с ним и уже решили, но до бонусной системы еще не дошли. Все, все, понял, понял. Ну, я скажу, у нас смотрит, да, просто много ребят. Вот товар, по сути, такой, который может быть заказан не один раз, несколько раз, да? То есть кто-то, я не знаю, я слышал какую-то аналитику, что есть люди, которые вообще там по 5-10 заказов в месяц делают пиццу, да? Вот. Поэтому здесь может быть история такая, что когда человек у вас что-то заказал и он получил бонус, понятно, что у него есть мотив заказать еще раз у вас. Поэтому, да, здесь, конечно, вот бонусная система прям, ну, так, прям напрашивается, да? И вот, в принципе, как я понял, Дмитрий, и вы как раз планируете, да, компания это все сделать. Окей. Ну, давайте дальше пойдем. Нажимаем «Оформить». Еще могу дополнить. Давай-давай-давай. Дополни. То есть ее можно, в принципе, реализовать с помощью триггерной рассылки в вашей, допустим, там, такое-то, сколько-то количество заказов, да, либо там… Да, 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 да. Промо-кодик. Промо-кодик. Подарки, да. Да, очень крутая вещь. У вас какая-то штука такая работает или нет сейчас? Триггерный. На этом проекте нет. Я помню. Окей, хорошо. Так, дальше у нас здесь самовывоз курьером. Емейл, имя, фамилия, телефон. День рождения. Ага. Вот день рождения у вас является обязательной датой, да? То есть обязательным таким полем. Соответственно, вы еще что-то в день рождения дарите, да? Ну, да, с помощью, опять же, тех триггерных рассылок мы можем сделать подарок в виде промо-кода на скидку, ну, и также рассылки ко дню рождения, ну, все. Либо через ваш сайт, ну, наш сайт, либо через CRM уже. Так, можно я закажу и не плачу? Да, можно. Только напишите тест. Сейчас я напишу, да, чтобы просто, да, ребята не отрабатывали заявку, да. Так, день рождения. Так, 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 так. Регистрируется? Нет, не хочу. Курьером хочу. А, кстати, курьером... А, понятно, там стоит сколько курьером? И он сейчас пересчитает мне. А, вот он, наверное, здесь... А, доставка самая бесплатная. Да, у меня же больше 800 рублей. Все, понял. Улица... Не знаю, наверное, что там в Чебоксарах есть. Напишите улицы Мира. Улицы Мира, да. Да, да, дом один. Строение один, квартира один, подъезд один, этаж один. Так. Ага, вот здесь вот напишут тест. Тест. Так, 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 так. Банковская карта только вы поддерживаете, да? Ну, принц, запросов нет, да, чтобы другими там историями какими-то и так далее. Apple Pay, Apple Pay. Можно подключить в целом? Очень большой тренд в эту историю, могу сказать. То есть реально очень много людей сейчас прямо это. Apple Pay им оплачивает. Ну, понятно, что все равно человек оплатит, просто здесь есть вопрос удобства, да. Почему берем только банковской карты, потому что как бы стопроцентная предоплата заказа идет, получается. Ну, да, да, я понял. Чтобы потом не было проблем. Ну, это логично, это правильно, да. Но Apple Pay же, да, это же интерфейс, через который ты, в принципе, к той же карте просто чуть быстрее. То есть если я с айфона, мне нужно, смотри, то есть карту мне нужно достать, мне нужно там перебить реквизит, и я начинаю думать, блин, там, безопасно, небезопасно, буду я оббивать, не буду, особенно когда первый заказ. А тут как бы я типа чик-чик там нажал, и, соответственно, ну, как бы быстрее оплата проходит. Ну, да, у Google тоже есть своя. Да-да-да, там есть Google, блин, Samsung Pay есть, который, правда, в России сейчас под вопросом, и есть, по-моему, Google Pay, да, я правильно говорю, да? Да, там, точно не помню название какое. Да-да-да. Ну, конечно, подключим без проблем, если там она интегрируется с Янтекс-кассой. Да-да-да, там все это поддерживает, да, очень такой момент. То есть, девочки. Вы понимаете, да, это просто про конверсию, да? Не знаю, есть у вас аналитика, это удобство и, следовательно, конверсию, да. То есть у вас есть такая история, как, ну, воронка, то есть вы строите в аналитике, например, там, условно говоря, столько-то положил в корзину, столько-то там, не знаю, начали оформление, столько-то оформили, столько подтвердили, столько оплатили. Вот такую штуку не строили? Не смотрели, сколько у вас из людей доходимости именно до оплаты? Из тех, кто положил в корзину? Нет. Вот очень важный метрик, ребят, всем рекомендую посмотреть, просто большое откровение будет. Вот, у некоторых ребят, которые на это не смотрят, там 50% только доходят. То есть, понимаете, чувак уже положил, уже заполнил свои реквизиты, ну, какие-то моменты его там смутили, да, вот раз там заказ не подтвердил, не оплатил, и там есть инструменты, брошенная корзина. Дмитрий, сталкивались с этим инструментом? Знаете, что это такое? Да-да-да, я видел у вас. Вот-вот, и, соответственно, да, брошенная корзина, я просто поясню, у нас смотрят ребята сейчас, брошенная корзина позволяет вам коммуницировать с той аудиторией, которая не оформила у вас заказ, ну, либо не оплатила заказ. То есть, соответственно, есть какие-то контакты, которые он убил, по этим контактам вы уже можете ему сделать какое-то специальное предложение. Ну, обычно это выглядит примерно так, приходит письмо, да, привет, ты вроде начал там оформлять, смотри там в корзине, пока еще это находится, да, оформить свой заказ, например, да. Вот, и это повышает конверсию, повышает количество заказов, соответственно, да. Так, у нас есть вопросы. Ребята, если есть какие-то вопросы, тоже задавайте, я их зачитаю. Да, значит, как смотреть вид мобильной версии через персональный компьютер. Вот, F12, Гавран, еще раз покажу, да. Вот, я просто не могу показать свою клавиатуру, да. Вот, F12 нажимаете, справа вот это вот окошечко появляется, и здесь есть вот такие две кнопочки, да. То есть, такая, такая, да. Видите, то есть, отображение на мобильном и на мобильном. Вот, соответственно, это на мобильном, и это, видите, здесь полная версия. То есть, мы с вами смотрим на полную версию. Я могу дополнить. Давай, давайте, да, Дмитрий. Да, конечно, мы же вместе, да, то есть, чтобы людям помогать для этого делать. Если этот вопрос задавал, ну, разработчик, да, ну, разработчик, а... Гавран задал. Я имею в виду, владелец сайта, то в настройках, собственно, в админке, да, есть, можно посмотреть, как будет выглядеть мобильное предложение. Да, да, ребят, я сейчас тоже, ну, понятно, у меня нет доступа к админке Дмитрия. Суть в чем, что вы заходите в настройку дизайна шаблона, и там есть прямо отображение мобильной версии, очень удобно, да, для тех, кто это смотрит. Но еще раз повторюсь, тезис, я бы начинал в первую очередь с мобильной версии, вот, и, соответственно, больше всего смотрят именно вот на мобильной версии. Так, сейчас я попробую, смогу ли я перейти или нет обратно в мобильную. Сейчас посмотрим. Видимо, уже нет, видимо, он считает, что я хочу уже это. Ну, окей, давайте, да, на доступе, мне кажется, будет лучше видно. Но в целом, да, кейс мобильный, мы с вами посмотрели на него, да. Значит, смотрите, ребят, вот после оформления, да, тут есть текст, вот как раз Дмитрий говорит, что там мало его читают, да. Значит, есть подтверждение заказа. Значит, есть такая механика, когда у вас вот здесь вот человек уже оформил заказ. Видите, вот я пошел в Юкасу платить. Так, сейчас я его закрою. Здесь вот видите, Юмани, Макская карта, Альфа Клик. Здесь же можно, кстати, Apple Pay наверняка у вас уже есть, то есть его можно подключить. Вот, я нажимаю вернуться в магазин. Так. Заказ уже ушел. Заказ уже ушел, но он не оплачен сейчас, да, понятно, да. Вот, соответственно, я могу вернуться не на главную страницу после того, как человек что-то заказал, а могу вернуться на какую-то другую страницу. Вот, ее еще называют там thank you page, страница спасибо. И там на самом деле может быть какая-то дополнительная история. Вот, вы можете, например, сказать так, подари купон своему другу. Вот, вы можете, например, сказать так, стань тайным гостем. Вы можете сказать на этой странице, подпишись на наши социальные сети. Я просто не оплатил, поэтому я не знаю, есть ли у Дмитрия такая штука или нет. Может быть, Дмитрий, у тебя есть такая штука. Используй что-то такое или нет. Именно вот на странице подтверждения оплаты. После того, как оплата прошла. Ну, она там есть, и насколько я помню, там есть время переадресации на страницу оплаты. То есть, там было написано спасибо, фраза, и там буквально 3 секунды, и переадресация на оплату идет. Ее, по-моему, можно увеличить, эту паузу, да, и что-то предлагать там. Использовать как маркетинговый. Да, да, да. То есть, понимаете, какая история. Вот поймите, в каком состоянии находится человек, который сделал это действие. То есть, он находится в предвкушении вашего заказа. В предвкушении вашего заказа. Что это означает? Это означает, что у него есть какой-то спрос на это. Но Додо Пицца, насколько я помню, они делают какое-то видео, как они готовят эту пиццу. И ты вроде смотришь, и там рядом какие-то предложения могут быть. Это может быть какая-то другая история. Но это очень такая хорошая аудитория, на самом деле. Которую вы можете использовать вот на этой странице. И, соответственно, повышать таким образом конверсию в следующие действия. Надо подумать конкретно, что именно в вашем случае может быть. Но обязательно используйте вот эту историю. Она очень-очень интересная вот в этой точке. Кто-то делает предложение какого-то дополнительного товара. Ну, они пишут прямо так. Слушай, заказ уже сформирован. Вот смотри, по специальной цене еще вот такую штуку тебе привезем, например. Понятно, что предложение должно быть адекватное. То есть, это не может быть что-то там, картошку сомать. То есть, это должно быть что-то соизмеримое с тем, что человек употребляет. Я не знаю, дополнительные наборы, я не знаю, какие-то посуды. Или там, не знаю, пакет какой-то. Или еще что-то, да? Что-то, что может людям понадобиться. Либо какой-то напитки. То есть, он вот там посмотрел, там напиток он не захотел положить. А тут смотрит, блин, заказал. И такой, реально, блин, может реально напиток заказать. Или там еще что-то, да? Ну, подумайте, в общем, ребята, это на подумайте. Так, давайте посмотрим. Здесь еще приходят вопросы. Значит, у нас Николай Емелин спрашивает. Для срабатывания брошенной корзины нужно видеть, что покупатель зарегистрировался с указанием почты. Да, Николай, смотрите, там есть несколько механик. Есть механик, когда он должен быть зарегистрирован. Есть механика, когда какие-то первичные данные система собирает, когда только-только он вводит свои данные. Но более детально вы можете обратиться в команду поддержки. Мы прямо покажем, расскажем, как это работает. Но, да, да, вопрос правильный. И, соответственно, какая-то аудитория, конечно же, не попадет. Если я не вбил никаких данных о себе, конечно, контакта у нас нет. И, соответственно, это не сработает. Можно убрать с помощью техподдержки, чтобы красиво выглядела. Лесенку, что вы имеете в виду, Гавран? Какую лесенку? Наверное, из меню. А, вот это из меню? Ну, возможно, да, да, здесь можно поработать, сделать и так далее. Еще момент, вот, Дмитрий, смотри, то есть у тебя, по сути, на главной странице два предложения. Я правильно понял? То есть у тебя как бы два баннера. Да. Вот. Не было такой идеи, чтобы вот, ну, как бы, в один баннер. То есть почему два? Смотрите. Идея-то вот у нас, ну, допустим, вот слайдер. Я так считаю, что его листают до последнего очень редко. Ну, понятно, да. То есть у вас много акций. Даже если второй, третий там посмотрят, то дальше уже статистика еще меньше. Вот. Поэтому должно быть все на виду. Поэтому разместили баннер сразу чуть ниже с помощью блока. Ну, да, здесь просто надо понимать, что, ну, вы понимаете, да, есть первый экран, понятие такое, вот. И есть понятие такое, как бы, количество отказов. То есть процент, который люди уходят, ну, посмотрев, там, первые пять, там, или десять секунд. Вот. Я бы, ну, потестил и посмотрел количество отказов. Я просто не знаю, откуда у вас трафик. Можете рассказать? То есть в основном кто приходит? По рекламе, какие-то новые клиенты, либо текущие клиенты в основном. То есть вот откуда трафик привлекаете на проект? Реклама. То есть директ. Фейсбук. Контекст. Да, контекстная. Плюс флайеры. Ну, соцсети. Ну, и о чем? Я вот, как бы, кейс какой хочу поговорить, о каком кейсе? То есть я новый клиент. Я увидел рекламу. Я зашел, ну, там, сомненно говоря, вы же не одни рекламируете, да? То есть там несколько игроков, да? Я смотрю сюда, я вижу здесь первый экран. Я вижу здесь скидку. Вот, я вижу здесь это. Но я не вижу сам продукт. Я не вижу саму пиццу. Вот. И, возможно, это ухудшает конверсию. То есть понятно, что вы хотите сказать и про тайного покупателя, что вот здесь это тоже предложение, и вот это предложение. Но, возможно, да, это хуже работает на конверсию в заказ. То есть, словно говоря, люди такие, тут что-то акции у них непонятные. И, типа, не докручивает. Понимаете? Вот. Есть такая гипотеза. Я бы ее потестировал. Так, сейчас попробуем. Баннеры размещены так, потому что должны быть сразу видны. То есть человек сразу хоп увидел. Ну, надо, надо. Скажем так, они приоритетны. И, ну, тайный гость у нас недавно ввели, поэтому его не было там баннера. Я понял, то есть вы так добавили. Ну, я понял, понял, да, момент этот, да. Здесь просто момент какой, что нам кажется иногда, вот мы как основатели компании, мы такие думаем так, ну, давайте вот как бы у нас вот это предложение, вот это, вот это предложение, да. А человек такой заходит, подождите, да я просто пиццу хотел. Мне как бы тайный гость не нужен, да. То есть я понимаю, что задача бизнеса, да. Дмитрий, вы правильно говорите, да. То есть нужно как бы про тайного гостя рассказать как-то и так далее, и так далее, да. Но мы же с вами адекватно понимаем, да, что, ну, вот вы правильно сказали, Дмитрий, никто же не будет крутить эти акции. И вот есть такое понятие, когда вот раньше рекламы не было другой, были только баннеры, баннерная слепота возникает. И у человека есть вот, ну, на проектах такой, он такой типа, и он прокручивает, да, эту историю. Вот, я бы потестировал, я бы потестировал, ну, условно говоря, взял бы там, не знаю, там, недельку взял и оставил только один слайдер и посмотрел, изменилось ли поведение пользователей на конверсию в заказ. То есть, да, условно говоря, пришли те же самые люди, вот, и сколько там заказов стало, больше или меньше, если вы там уберете, например, вот этот баннер. Ну, смотрите, как бы я потестировал, и в целом я могу это посмотреть. Да-да-да, у вас есть какая-то аналитика по этой теме? Ну, сейчас руками нет, значит, всегда же можно посмотреть переходы по ссылкам с этих баннеров, то есть, ну... Ну, понятно, вы воткнули его в начало, конечно, будут переходы. Нет, я имею в виду со слайдера, со слайдера, там, с первого, со второго, с третьего, то есть, на последнем, я же говорю, что, возможно, ну, не докручивают, и на нем переходов нет. Ага. Так. А эксперимент со вторым баннером, то есть, он можно, ну, размещен сейчас здесь, можно разместить в самом низу, там тоже у нас есть один баннер в самом конце, но так как меню сейчас увеличили, да, оттуда... А, вот это баннер, да? Мастер-класс, да. Мастер-класс. Мастер-класс. Можно сюда его переместить и, опять же, протестить статистику переходов, то есть, возможно, просто тайные гости перестанут приходить, потому что они не докрутят до туда. Ну, да, тут вопрос какой. То есть, ну, тайные гости, это же история, во-первых, ну, как мне кажется, для тех, кто уже вами пользуется. То есть, вряд ли новый человек, ну, вот, мое мнение, не знаю, то есть, может быть, я не прав, вы больше в своем бизнесе понимаете, да, это люди, которые, ну, уже у вас что-то там покупают. И они, на самом деле, ну, заинтересованы, чтобы у вас качество было хорошее. То есть, это такая аудитория, которая, ну, уже мега-лояльная, и, как бы, она, ну, немножко вам доверяет. Мы называем у себя, там, такой аудиторией в интимизации, что это уже, там, партнеры ваши такие, да. То есть, это люди, которые, вот, ну, уже с вами давно, да. Вот. И, возможно, ваша коммуникация по поводу тайного гостя, это не баннер, типа, стань тайным, и там, может быть, у вас есть люди, которые просто халяву, как бы, ищут, да, а именно те, которые сделали больше двух заказов. И вы делаете, они говорят, как подарок. Он говорит, слушай, мы тебя выбрали как человека, который, вот, ну, просто ты лояльный. Блин, мы очень хотим твое мнение именно узнать на этот счет. Вот поэтому тебе дарим, вот тебе купончик. Вот, блин, сходи и дай отзыв, например, да. Что-то такое, да, понимаете, что мы же понимаем с вами, да, Дмитрий, что та аудитория, которая пришлась на главную страницу, в основном, это, как я понимаю, люди, которые, ну, как бы, хотят заказать. Или мы хотим, чтобы они заказали, да, у нас. То есть я про то, что тайный гость – это, как бы, ну, такая не очень большая аудитория из этой, да, которая согласится, которая нужна. То есть, возможно, вот такой баннер, он может быть где-то в другом месте, или как бы там подумать, как-то. Смотрите, конечно, мы можем, ну, как-то проинформировать всех, ну, сделать выбор. Какой-то сегмент, да, взять сегмент, да. Который сделать сколько-то заказов там, и что мы, ну, что мы можем сделать. То есть сделать e-mail-рассылку, да, смс. Ну, в целом они такие назойливые, мне кажется. Вот. Ну, вопрос кто и как, что вы делаете, да, если вы постоянно их там пушите, пушите. Статистик просмотра e-mail-рассылки печальная. Сколько у вас там, 10% хотя бы открывают, нет? Не смотрели? Открывают, открывают, но там конверсии вообще 3%. Нет, нет, хотя бы про открываемость мы сейчас говорим. Если открываемость хотя бы 20%, то есть это уже как бы достижение. Просто, понимаете, если вы напишите в заголовке, что типа пицца в подарок внутри, да, то есть у вас там открываемость может там подняться там до 50%, например, да. Но я сейчас… Понимаю, это такой, да. Да, я вам не даю готовых инструментов. Я здесь только о том, что вот в какую сторону можно подумать в эту сторону. Видите, вы уже много чего потестили. Поэтому, да, здесь вот кажется, что это излишней стороны. Вот просто вот мнение со стороны. Кажется, что этот баннер, ну, замещает основную функцию, которую, как я думаю, вы хотите реализовать. Функция какая? Я выбираю пиццу, нажимаю, кладу ее в корзину и заказываю. Вот. Кажется так. Вот. Ну, посмотрите, подумайте, поанализируйте. Мне кажется, да, здесь… Ну, да, ну, смотрите, тоже такой момент, вот, ну, как бы это тоже механика. То, что тайный гость нам нужен, ну, хотя бы раз в неделю. Поэтому мы же не можем одним и тем же людям там каждую неделю… Не можете, не можете. Здесь, как бы, просто для желающих. Изменить баннер в целом расположение, да, можно потестировать, АБ-тест. Ну, тут, да, тут больше момент именно конкуренции нескольких кейсов. То есть, смотрите, да, вы купили трафик, заплатили за рекламу, вы там пишете в рекламе, там, закажи пиццу туда-сюда, там, сразу же, да. Он заходит на первую страницу, у него таких несколько первых страниц. Вот. И на одной странице у него прям видно, это пицца, и он нажимает кнопку «заказать», и тут видно, что ему надо сделать. А на второй ему надо покрутить и что-то найти. Я понимаю. То есть, тут вот только в этот момент, да, если как бы, ну, посмотрите в эту сторону, да. Здесь же, как бы, правды нет, то есть, здесь же все из реального рынка, да. То есть, попробуйте в эту сторону посмотреть, да. Итак, ребят, да, у нас уже сколько времени? Мы уже 45 минут практически общаемся. Да, ребят, давайте мы, наверное, будем закругляться, потому что, да, у нас такой первый раз мы сегодня такой формат проводим. У нас есть вопрос от Гаврана, очень интересный, Дмитрий. Отслеживает ли вы поток флайеров и дает ли он результат? Есть ли у вас в аналитике такое, что вы где-то фиксируете, что это из флайера пришел человек? Да, с помощью, ну, на флайерах в основном QR-код. То есть, с UTM-меткой, да, он как переходит с телефона? Да, 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 со ссылкой. То есть, делаем разные метки, то есть, флайеры там раздаются, где-то плакаты вешаются в торговом центре. И, конечно... Если не секрет, какой объем именно приходит по QR-кодам, там, не знаю, в штуках или там в процентах? То есть, действительно ли люди готовы на флайер наводить телефон и там переходить? Сейчас точно скажу. Если бы я заранее был... Просто интересно, да. Я бы подготовился поподробнее. Да, просто интересно, да, потому что эта история такая перехода из офлайна в онлайн, и она такая достаточно тяжелая чаще всего в бизнесах, потому что человек как бы находится в немножко другом состоянии, то есть, он не готов как бы с интерфейсами работать. Вот, поэтому это, конечно, очень интересно. Смотрите, просто мы используем все возможные, наверное, источники рекламы, то есть, до закрытия, до локдауна, ну, тейбл-тенты стоят, да, на каждом столике, то есть, на меню, в конце концов, то есть, человек смотрит меню там в рот, и вот спокойно себе может перейти. Я понял, понял. То есть, у вас такая история, в общем, рабочая, да? Хорошо, ребят, ну, давайте, наверное, будем завершать, наверное, да, еще раз посмотрим, значит, все моменты, в общем, то есть, ну, понятно, мы поговорили про шапку, про мобильность, про допродажи, которые у нас можно прикручивать и так далее, мы поговорили про аналитику вот этих визуальных блоков, которые можно также с ними работать, да, вот, соответственно, про основной кейс поговорили, да, про эту историю, поговорили про CRM, про аналитику, в общем, про множество, много-много разных штук. Дмитрий, на самом деле, я вам благодарен, у вас очень интересный проект, я желаю вам удачи в развитии, надеюсь, наша с вами встреча, она помогла вам немножко какие-то вещи по-новому взглянуть. Ребята, всем, кто смотрит это видео, тоже огромное спасибо, те, кто смотрит его в записи, обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на нас, удачи, будем заканчивать, если вам понравился формат, поставьте, пожалуйста, огонь или колокольчик, или плюсики, будем повторять, и приходите на такие разборы, будем разбираться с вашим бизнесом. Вот, удачи, Дмитрий, огромное тебе спасибо, прям, прям, респект. Спасибо всем, спасибо вам за то, что выбрали наш интернет-магазин для обзора. Пока, удачи.